ДТП ДТП с неприятными последствиями, КАМАЗ неисправным гидроманипулятором повредил две трубы гидрозала удаления. Волки в городе. Жители деревни Песчанка опасаются выходить на улицу. На выходных волки загрызли домашнюю собаку. Перспективным и самым красивым женщинам-тружницам был посвящен торжественный вечер филиала группы Лим в Корежме. Об этом и не только сегодня в программе. В студии Алан Боболев. Здравствуйте. Начнем выпуск с печальной новости. Не стало Постникова Игоря Владимировича, бывшего заместителя генерального директора Котловского ЦБК по коммерческой работе. Интеллигентного, скромного, ответственного и трудолюбивого человека. Игорь Дмитриевич приехал работать на комбинат молодым специалистом. В 1962 году он начинал мастером токелажного участка рейда приплава древесины. Затем был выдвинут на должность начальника рейда, заместителя начальника лесобиржевого производства. В 1973 году назначен заместителем директора, затем заместителем генерального директора по коммерческим вопросам. В этой должности Игорь Дмитриевич проработал едва ли не четверть века. Прощание с Постниковым пройдет в субботу в 11 часов в Молодежном центре Родина, бывшем Доме культуры строителей. Продолжим выпуск. Транспортное происшествие с неприятными последствиями. 4 марта в 15.30 водитель КамАЗа неисправным гидроманипулятором повредил две трубы гидрозалоудаления. Благодаря слаженной работе аварийной службы комбината удалось предотвратить ЧП. Происшествие произошло в районе 4-й КПП группы «Элим» на магистральном шоссе. Водитель-частник на автомобиле КамАЗ из Красноборского района повредил самопроизвольно раскрывшимся гидроманипулятором сразу две трубы, ведущие на золо-шлакоотвал. Так как были повреждены и основная резервная линия, то производственные отходы были экстренно направлены по аварийной схеме. Сразу были организованы ремонтные работы силами цеха централизованного ремонта электрооборудования. Для обеспечения безопасности дорожного движения и работы аварийной бригады на этом участке были выставлены две машины с проблесковыми световыми сигналами, чтобы водители заранее снижали скорость. Восстановление труб гидрозалоудаления завершилось глубокой ночью в час 30. Сотрудники полиции разыскивают девушку, которая подозревается в хищении кошельков в торговых центрах и детских садах. Кража девушка совершала с октября прошлого года по февраль. На вид подозреваемой 20-27 лет, рост около 170 см, телосложение худощавые волосы черной длиной чуть ниже плеч. Находясь на территории детских садов, интересовалась условиями устройства ребенка в детский сад. После разговора делала вид, что говорит по мобильному телефону, но сама никуда не уходила. После таких визитов у людей, которые с ней общались, пропадали кошельки. Со слов свидетелей, девушка вежливая, культурная и подозрений не вызывает. По любой информации о местонахождении подозреваемой в преступлениях, звоните по телефону, указанному на экране. Жители деревни Песчанка теперь не могут спать спокойно. По ночам прямо во дворы жилых домов заходят волки. Хищники таскают с цепей домашних псов. Смотрите, вот все истоптано. Вот видите, вот еще следы есть. Вот смотрите, какие крупные следы. Судя по всему, волки тащили туши убитой собаки по дороге, сломали штакетник забора и во дворе дачного дома выбрали укромное место за гаражом для кровавого пишества. Все произошло вновь с 4 на 5 марта. Жители Песчанки слышали лишь громкий и истошный лай домашних собак. Два часа ночи собаки с ума сходили. Ну и никто, конечно, не пошел на улицу, узнавая, что есть. А утром вышли, вот здесь, вот в этом месте лежало две передние лапки, ну, самая мордочка и часть ребер недоеденная. Вон, посмотрите, они даже штакетник зубами вырвали, обломали, тащили вот ее по огороду, здесь ее недоели, бросили, убежали. На утро жители деревни повсюду находили пятна крови и отпечатки волчьих лап диаметром около 9 сантиметров. Судя по всему, хищник был крупный и пришел в деревню не один. Даже спустя несколько дней, когда на место приехала съемочная группа, следы той страшной ночи еще были видны. Сейчас на улице отепель, снег потаял и на нем не видно, откуда ведут волчьи следы. Но местные жители проследили, что волки приходят вон оттуда, со стороны реки и выходят фактически, не стесняясь, прямо на улице жилых домов. Жители деревни Песчанка начали бояться выходить на улицу в темное время суток. Их дома расположены рядом с лесом. Да и такого, чтобы в этой деревне разгуливали волки, еще не бывало. У меня муж здесь родился, вообще никогда не было в деревне, ни разу не приходили. Вчера вот шашлыки жарили, смотрим на поле, там ходит огромная такая собака, ну в принципе они как все семейства псовых. И вот она ходит, и ворон куча, ну значит она что-то там ела, вот буквально вот там вот в кустах. Люди не знают, куда им обращаться в случае опасности, ведь столкнуться один на один с хищником можно в любой момент. Все, что они пока делают, это прячут своих домашних животных и собак. Другим темам группы ЛИМ продлила договор добровольного медицинского страхования работников коряженких филиалов и подразделений. По итогам 2015 года на эти цели направлено более 16 миллионов рублей. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Договор добровольного медицинского страхования действует на комбинате пятый год. За это время стоимость страхования одного работника выросла с двух до двух с половиной тысяч рублей. Но главное, по словам медиков, система ДМС повысила уровень ранней диагностики и лечения заболеваний. Начиная с 2012 года, если посмотреть на цифры, которые проходят по ДМС в ООО МИК и у других специалистов, получается число семь с половиной тысяч. То есть практически каждый работник 1,8 раз посещает по ДМС совершенно бесплатно высококвалифицированных специалистов на базе нашей поликлиники. Мы очень рады, что имеем такое углубленное обследование наших пациентов, особенно работников филиалового группы ЛИМ и других смежных организаций. Наибольшей популярностью пользуются услуги медучреждений Коряжмы Котласа и Архангельска. В основном это ультразвуковое исследование и высокотехнологичные услуги. Люди оценили качество и оперативность услуг ДМС. С прошлого года организован прием узких специалистов из областного центра. Они работают на базе нашей поликлиники. Вот работали сосудистый хирург, флеболог, мамолог, ангионевролог, онколог, кардиолог, аритмолог, сурдолог, лор-врач. Это все специалисты высочайшего класса и уровня и все кандидаты меднаук. Мы к ним уже посылаем работников полностью обследованных. Когда приезжают областные специалисты, они сказали, что по ауторным картам мы ни у кого и нигде не видели такого обследования, которое получает ваше рабочее на базе вот этой поликлиники. Медики за то, чтобы система ДМС развивалась. Организационно она отточена до мелочей и дает возможность раннего выявления заболеваний и глубокого обследования пациентов. В серьезных случаях людей направляют в институты Москвы и Санкт-Петербурга. На МРТ в Архангельск отправляем до 65 человек в год. Это бесплатно. Но нам важно не только получить исследование МРТ, нам нужно получить дальше консультацию специалиста. То пусть невролога, нейрохирурга, ангиохирурга. И мы сразу же это получаем. Полисы ДМС на 2016 год уже поступили на комбинат. Как сообщили во фронт-офисе кадры, до конца текущей недели документы будут распределены по подразделениям. После чего выданы работникам.